Встреча с потенциальным клиентом очень важна, поэтому необходимо делать как можно меньше ошибок во время личного общения, что мешает восприятию и портит впечатление. Вот несколько вещей, о которых часто не задумываются. Во-первых, это унылая, монотонная, неестественная речь. Разговаривая с некоторыми людьми, создается впечатление, что ты общаешься с роботом, потому что говорит он так, как будто выучил текст, и его вообще не интересует реакция и мнение собеседника. Кроме того, сам текст бывает настолько скучным и неестественным, что сразу отталкивает потенциальных клиентов. Общаясь с другими людьми, прежде всего помните, что вы не робот. Не компьютер и не аудиоверсия рекламного буклета. Так называемые скрипты не отменяют необходимость быть интересным, чутким и заботливым собеседником. Во-вторых, это желание вывалить на собеседника огромное количество информации. Информация, как и еда, воспринимается до определенного момента, пока не наступает чувство пресыщения. Будьте внимательны при общении с потенциальным клиентом. Следите за тем, воспринимает ли он то, что вы говорите. Или он устал, хочет что-то спросить и так далее. В-третьих, это постоянное отвлечение во время разговора. Звонки, проверка почты и так далее. Это не просто раздражает, это показывает неуважение и пренебрежение к собеседнику. Вы бы хотели иметь дело с человеком, который явно показывает такое отношение к вам? Когда вы общаетесь с клиентом, уделите ему все ваше внимание. Это означает, что вы должны быть максимально сконцентрированы на своем собеседнике. И ничего более важного, чем интересы клиента в момент разговора, не должно для вас существовать. Понаблюдайте за собой во время встречи, делаете ли вы такие ошибки. Эти вещи очень легко учесть и исправить. Это даст вам возможность гораздо эффективнее общаться со своими клиентами и увеличить свои доходы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!